Утро, утро, доброе утро! Вы на канале Куда Поехать и с вами Юля и Саша. И сегодня в этом выпуске мы отправляемся на новую экскурсию. Она как раз для тех, кто боится плавать, но очень хочет увидеть красоту Красного моря. Мы едем на Суп-Марину, ребяточки. А кто еще не подписан, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И впереди нас ждет очень классное приключение. Поехали с нами. Наверное, больше всех рад Сашка, потому что впервые ему не придется насильственно лезть в воду. Я не буду его загонять, потому что и так все сама увижу. А соответственно, что увижу я? Нет, сегодня я бы залез, сегодня тепло. Сегодня так, ребята, 26 градусов, не ветерка. Еще пока утро, но уже. Сейчас 9 утра, 9.45 мы выехали из отеля. Я могу ходить без курточки, реально очень тепло и классно. Вот, а что будет впереди сейчас, скоро узнаем. Сейчас покусай. Мы приехали в Нью-Марина, которая уже знакома вам по предыдущим видео, ребят. Отсюда начинается наша экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.45, здесь мы уже приехали в 10.30, так как у нас маленькая машинка, долго мы людей не собирали. Что входит в нашу экскурсию? По идее, это лодка-субмарина, снорлинг. Обеда у нас не будет, экскурсия не очень длинная. И сейчас мы направляемся к нашей лодке. Кстати, купили мы эту экскурсию в отеле за 20 евро на человека, честно скажем, переплатили. Ей красная цена здесь по всей Хургаде 15 долларов, но это если брать через интернет. Не знаю, у меня здесь такое ощущение уже второй раз в эту Нью-Марина, что мы не в Египте, не в Хургаде, а в какой-то другой стране. Потому что очень чисто, очень все классно сделано. И такое немножко какое-то, не знаю, ощущение европейского городка. Хотя я еще не была в Европе, но прям мне очень нравится. И вот она наша лодочка-субмарина, такая симпатичная, такая красненькая. Надеюсь, там будет классный обзор, и все рыбки Красного моря будут нас сопровождать. Тут скат, тут акулка, тут дельфинчик. Будет круто. У нас лодка вот вверху вот такие вот сидения, состоится из таких сидений. Есть бар, я смотрю, и очень красивый сейчас вид, excuse me, вид на гавань, ребят. И где-то внизу должен быть вот этот самый отсек-субмарина с прозрачным полом. А здесь можно почувствовать себя, чуть не сказала, как на Титанике. Так чувствовать себя не надо. На лодке играет музыка, и, видимо, нам придется половину делать подозвучку, потому что YouTube забанит. Но я хотела сказать, что есть бар, есть вот эта верхняя палуба, есть чистый, очень хороший туалет с гигиеническим душем. Ну и, в принципе, есть нижняя часть, которую мы с вами обязательно увидим. И что хотела сказать. Видите, сколько народ на лодке? Это люди с разных абсолютно экскурсий. То есть все экскурсии, которые мы покупаем, это, по сути, перекупщики. И цена, по сути, это у всех одна. Просто кто сколько накрутит сверху. А красная цена, я так думаю, долларов 10. Потому что если в интернете здесь можно найти за 15, остальные дороже. Поэтому не переплачивайте, пожалуйста. Не ведитесь, ребят, не ведитесь. Наконец-то завелась. Ура! Прошло всего лишь 40 минут. Вот сиденье. Сиденье не очень удобное, спинки такие жесткие. Но Саша успелся расположиться, даже в этой ситуации найти комфортную для себя позу. А мы отправляемся на конец. То есть поехали, поехали. Можно я с вами? Ребят, возьмем Сашку? Напишите в комментариях, брать или не брать. Только поскорее, а то при этом все высунка высадит. Мы отплываем на двух лодках. Наша, вот эта красно-синяя, перед нами идет желтая. Экскурсия будет длиться, вот с момента отплытия, где-то 2 часа 15 минут. Что входит, расскажем вам позже, поподробнее. Собственно, мы направляемся в Красное море. Нас вне очереди запускают вниз, чтобы мы могли выбрать лучшие места и снять вам классное видео. Кстати, название этой компании я оставлю в описании. Возможно, напрямую будет гораздо дешевле. Вау! Обалдеть! Пока, естественно, кораллов нет, мы еще не доплыли, но все равно до стекла видно дно, ребят. Мы остановились недалеко, на самом деле, от берега, остались на рифах, ребят. И просто очень прикольное ощущение, потому что вот здесь стекло, коралл, ну вот, видимо, стекло обманывает. Знаешь, такое ощущение, что проводка практически днищем идет по этим кораллам. Но вокруг очень много всяких красивых рыбок, но тут у Сашки было больше, но мы сели специально за другую сторону. И очень прикольное ощущение, первый раз такое испытываю, мне очень нравится. Саша, у тебя там как? У меня отлично. Да, есть что? Представляете? Это потрясающе. Мы еще не доплыли, скорее всего, до того места, куда нужно, но это уже потрясающе. Это отличная возможность для тех, кто никогда не нырял и по каким-то причинам не будет этого делать. Если вы дайвингом не занимаетесь, можно просто купить экскурсию на такую лодку, и вот оно, вот оно. Видно все так же. Ощущения, конечно, не такие, как в дайвинге, но это прекрасная замена дайвингом. Саша все четко продуманно. У него работает GoPro, мы взяли с собой присоски. Ну, кстати, если вы на себя снять качество, чтобы не дрожали руки, возьмите из дома присоски для обычного автомобиля, да, на GoPro, и поснимайте, потому что, ай, какая красота из них. Но реально мы попали в настоящий коралловый сад. Красное, да. Красное, да. Да, больших каких-то суперрыб мы не видим пока, что в кирчугах, ничего такого, но мелкие рыбочки смотрятся очень красиво, такое подводное, царство. Кроме того, после этого будет в Норфлях, и можно это, как бы, так сказать, прочувствовать на себе. Столько веду с под нами проплывает, и вот эти рыбы, когда колонии выплывают, полосатые, прям, знаете, так как, ну, это не описать слова, куда трифы, много-много, и куда глаз не мянет. И здесь такое, что вот мне не нравится, что стекло, цвета собирают, мне кажется, в шесть, они гораздо ярче, а здесь вот такое, получается... Скат, 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 скат! Кстати, видео и фото получаются гораздо лучше, если вы снимаете вниз. Посмотрите, когда я делаю вдаль, видите, такая мутная картинка, а если мы с вами опускаемся вниз, и проплывает вот рыбы, или что-то, очень хорошо видно, солнце падает правильно. Поэтому вот Медуза сейчас будет проплывать, вот, видите? Суть, вы поняли, да, то есть, чтобы сделать классные фотки, максимально снимайте вниз, потому что рыбы прям проплывают в баллонодке. Еще бы этот скат-негодник взял, куда-то, и плыл, и я даже фокус взять не смогу. Субтитры сделал DimaTorzok Обманули нас насчет акулы, здесь, короче, просто привязанная, ну, типа чучела. Сдалеко ряда, кажется, была здоровая акула. Я думаю, какой-то странный настоит кузов кверху, то ли сдохла давно, то ли застряла, а Кассия нам просто муляш, чтобы повеселить. Спасибо, дорогой, грибы у нас растут в море, приходите за грибами, а мы нырнем. Куда поехать? Сюда, на Красное море, или Филиппины, но лучше сюда, а потом на Маврикии, а потом Боро-Боро. Короче, весь мир. Новая забава, поплыл по кругу дайвер, он как бы делает видео снаружи, и изнутри, и за ним очень много рыбы. Они когда человек спускается, прямо его облюбляют. Но, к сожалению, когда пыталась снять Сашу рядом с дайвером, у меня вошел в кадр дедушки, немножко не получилось, как я хотела. Ну, что, к сути, я думаю, вы поняли, очень прикольный аттракцион, и можно посмотреть на себя, как изнутри, как изнаружи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уплыл наш дайвер вместе с рыбками своими дрессированными. Он нас поснимал, мы его поснимали. Только сейчас я обратила внимание, ребят, что нас очень сильно шатает. Пока все сидели, были увлечены рыбками, как бы нет. А сейчас прошла себе поснимать, понимаешь, даже меня, которая никогда не укачивает, так по ощущениям. Поэтому тех, кого укачивают, выпейте, пожалуйста, что-нибудь, потому что когда лодка стоит, это ощущение болтаночки есть. Все, настало время для снорклинга. Сейчас мы снимаем все наши камеры, идем наверх и запускаем нашего подопытного кролика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня не полезно паться. Почему? Не хочу. Просто дайвинга, просто снорклинга. Это уже неинтересно. После того освещения так непривычно выходить на солнце, потому что солнце такое яркое, солнечное. Ой, вода какая красивая, ребят. Прозрачно, прозрачно. Сегодня отлично погода, очень тепло, почти нет ветерка. Поэтому, думаю, купаться будет одно удовольствие. Но есть одно но. Мне кажется, когда ты только залезаешь в воду, у тебя облупляют рыбки. А я же трусиха, жуть какая. Поэтому не знаю, смогу ли я, не смогу, но... Попробуй. Попробуй. Надо попробовать. Надо, говорит, попробовать. Но сейчас, наверное, так и сделаю. Юлька, первый раз в этом сезоне лезет в воду. Первый раз. Да, я очень боюсь рыб. Сейчас спущусь, попробуем что-нибудь поснимать. Но я буду недалеко от лодки, я трус дикий. Ну, водичка будет прозрачно, и акул здесь нет, я проверила. А что ты так кричишь? Мы тебя все слышим. У меня нос закрыт, и я ничего не слышу. Сейчас мальчик, мне дайся когда-нибудь пройти? Ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, я так давно не снорлингала, меня сносят, маска пропускает. Я же трусиха жуткая. Пришлось дышать без маски, чтобы, смотри, благодаря парню, сотруднику водолаза, он мне дал круг, он мне плавал со мной, чтобы меня не сносило, и показывал, кормил рыбок. Это было, ну, рыбок кормил очень прикольно. Ну, я жуткий трус, я больше туда не хочу абсолютно. Теперь будет лезть у меня Сашка. Сашка. вот и закончилась наша экскурсия плавали мы действительно два с копейками часа что хорошо есть четыре туалета есть бесплатные напитки ну принципе очень интересно необычно смотреть вот эти окна под водой а снорлинг но он наверно хорошенько короче если брать снорлинг то вообще все чудесно все замечательно по ценам мы уже вам сказали вначале не переплачивать дороже 15 стоит не должно вот и что важно все время я сделаю с вами идет фото делают видео под водой так далее вот когда нам предложили купить диск обозначил сумму 40 долларов мы сказали нам нужно только видео как бы торговались за 20 и дали дали свою флешку на 32 гига видео нам скинет то что нас снимал снаружи корабля да это нам привезут вечером в отеле там мы собственно оплатим сейчас мы ничего не платили как бы только обменялись телефон всем огромный привет из хургады с экскурсии субмарина экскурсия подошла к концу и нам все понравилось в целом мне все очень понравилось знаете что фишка что такую экскурсию можно совместить с чем угодно она занимает всего два часа потом можно например погулять по хургаде по марине то есть это удобно вы не теряете целый день в то же время эмоции получаете как за целую неделю в любом случае ребят ищите варианты сравнивать и платить и там дешевле потому что по сути экскурсии как и что одни и те же если даже купить это в хургаде а жить не в городе не в хургаде то в любом случае за вами приедут трансфер будет вас увезут и привезут в отель обратно поэтому сейчас я вижу на горизонте мустафу зададим вопрос не знаю какую цену нам обозначат скажет что стопудово сделать скидку ну попробуем поговорить а там уж решайте сами вот собственно мустафа познакомьтесь ребята сегодня он нам помогал провести чудесную экскурсию мустафа здравствуйте здравствуйте человек говорит по-русски если что да он говорит по-русски понимает поэтому вам будет комфортно если что-то будут вопросы мустафа все объяснить расскажет его контакты мы оставим в ниже в описании мустафа а вот это вот компания это как бы ваша компания это наши компания 1 сотрудникам этой компании а скажи пожалуйста если покупать смысл на прямую вас написать сколько это стоит или он знаете с трансфером где-то 15 долларов из трансфера 12 долларов то есть отсюда да можно прийти да можно прийти отсюда прямо на причастность по 12 долларов может даже здесь скинуть а скажите каждый день ходите каждый день по два раза по три раза по два раза по три раза то есть ребят смотрите можете совершенно игру совместить приезжайте погулять напишите мустафе и съездите на эту прекрасную экскурсию самостоятельно ни от кого не зависит через моего номера до ватсап файвер все россияне вас здесь ждут приезжайте спасибо спасибо